У человечества есть преграда. Наши сердца далеки от Аллаха, и сами мы не можем к Нему приблизиться. Но Аллах – милостивый и милосердный. В чем заключается путь Аллаха? Не в том ли, чтобы смыть грехи человечества и приблизить нас к Нему? Таурат, Забур, Инжил и Каран освящают нам этот путь. Они показывают нам, что как Аллах покрыл моготу Адама и Хавы одеждами праведности, так же и наш повелитель Иса, мир ему, и есть то одеяние праведности, покрывающее наши грехи сегодня. Как ковчег Нуха, мир ему, был тем путем, которым Аллах спас Нуха и его семью, так и наш повелитель Иса является тем путем, которым Аллах спасает нас. Как через жертвоприношение пророка Нуха была явлена милость Аллаха, обещавшего больше не разрушать землю великим потопом, так и через жертву повелителя Исы мы получаем милость Аллаха. Как Аллах послал Ягненка спасти от смерти сына пророка Ипрахима, мир ему, так же и наш повелитель Иса стал великой жертвой, через которую мы спасаемся от огня. Как во времена пророка Мусы, мир ему, кровь Ягненка на дверях домов защитила старших сыновей Исраила от смерти, так и наш повелитель Иса защищает нас от огня. Как написано в законе Аллаха, который он дал пророку Мусе, мир ему, о том, что только жертвенная кровь может очистить от грехов, так и единственный, кто может очистить нас сегодня, наш повелитель Иса, мир его нам, через кровь, которую он пролил. Вот почему пророк Яхия сказал о нашем повелителе Исе. Вот жертвенный Ягненок Аллаха, который заперет грех мира. Кинжил, Иохан 1.29 Наш повелитель Иса Масих спасает человечество от огня ада. Именно его Аллах имел в виду, когда пообещал, что один из потомков Хавы раздавит голову шайтана. Наш повелитель Иса, сын Марьян, и есть обещанный спаситель из потомков пророка Ибрахима, через которого все народы получат благословение. Наш повелитель Иса Масих, мир его нам, и есть тот путь. Он пожертвовал своей непорочной жизнью за нас. Его кровь была пролита, чтобы омыть грязь с наших сердец, но потом Аллах вернул его к жизни. И все, кто уверует в жертву нашего повелителя Исы, его смерть и возвращение к жизни, будут омыты от нечистоты и будут приближены к Аллаху. Им больше не надо волноваться о грехе и позоре. Они не будут грустить и не будут брошены в огонь. Они будут жить во свете Аллаха и войдут в рай, и будут там жить вечно. Сура Марьям, 1921 Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Кто он? Знамение? Милость? Теперь мы знаем, что знамением и милостью Аллаха является наш Учитель и Повелитель Иса Масим. Мир его народ. Субтитры создавал DimaTorzok